Итак, дорогие коллеги, всем еще раз добрый день. Просьба еще раз подписаться в комментариях, как меня слышно, и мы начнем наш вебинар. Супер, все на связи, всем доброго дня, меня зовут Малышев Алексей, я являюсь листом отдела маркетинга, и сегодня расскажу вам про Черногорию, сразу скажу, безумно обожаю эту страну, жил там, учился, и поэтому, наверное, постараюсь перенести для вас все самое интересное, все самое важное, что есть в этой, правда, действительно очень красивой, очень яркой стране. Итак, кратенько расскажу вам про нашу бонусную программу, в принципе, все отели, которые участвуют в бонусной программе, есть на данном слайде, поэтому, кто любит в ней участвовать, пожалуйста, сделайте пленскрин экрана, либо сфотографируйте их, верю, что они вам очень пригодятся. Часть отелей, которые представлены в бонусной программе, мы сегодня как раз и обсудим. Полетная программа у нас в Черногорию два раза в неделю, авиакомпании Азуб Эйр, а также есть рейсы еще авиакомпании Нордстар с доставлением Комфорт Квапса. Наших туристов в Черногории встречает наш партнер, принимающий сторона ТАВАС-М, опытная компания, с интересными экскурсиями, обо всем об этом мы сейчас поговорим. Ну что, добро пожаловать в Черногорию. Уверен, что многие из вас слышали об этой стране. страна очень небольшая, маленькая, за день ее можно проехать буквально, наверное, по побережью вдоль и поперек. И тем не менее, на каждом городке, который вы там найдете, обязательно стоит остановиться, узнать какую-то информацию о нем, либо просто погулять по красивым узким улочкам. И сейчас об этом мы с вами поговорим. Буквально несколько слов о Черногории. Государство, оно располагается в юго-восточной Европе, на западе Балканского полуострова. С юга запада омывается Адриатическим морем и имеется коронавирусная граница с Хорватией, Боснией, Герцегариной, Сербией, Республикой Косово и Албанией. И все это, все эти страны вы можете спокойно посетить во время пребывания в Черногории. Но об этом мы поговорим буквально чуть-чуть попозже. Самый крупный город и столица – это город Подгорица. Но историческим и культурным центром Черногории является город Цепсния. Давайте перейдем к следующему слайду. Вот на данной карте как раз и располагаются основные наши курорты. Отпишите, пожалуйста, видите ли вы указатель на слайде, чтобы я мог... Да, видите, отлично. Итак, на побережье Черногории располагается огромное количество городков, и все они, конечно же, являются в первую очередь туристическими. Сразу скажу, где бы вы в какой-нибудь информации о стране не читали, везде могут... Можно увидеть, что написано «песчаные пляжи». На самом деле черногорцы, они такие люди, они особо не заморачиваются, и поэтому у них все пляжи песчаные, хоть там будет галька, хоть там будут здоровенные камни, все равно они будут песчаные пляжи. Поэтому, обязательно, отметьте себе, что большинство пляжей, допустим, того же Будвы, Степлана, Бечичи и так далее, они больше, ну, либо с мелкой галькой, либо, ну, практически большой галькой. Самый, так скажем, настоящий песчаный пляж располагается на юго-востоке страны, в городе Ульцинь, ближе к границе с Албанией. Именно там как раз находится самый протяженный песчаный пляж, действительно песчаный пляж во всей стране. А что можно сказать в целом, еще просто, но на самом деле в Черногории можно очень много что сказать, но об этом, наверное, больше не будем говорить, когда я буду рассказывать про экскурсионные моменты в стране. Когда начинается сезон? В принципе, вот сезон, естественно, начинается где-то в конце мая, начало июня, но, в принципе, если вам и вашим туристам хочется и пораньше приехать, допустим, в начале мая, там тоже будет прекрасная погода, будет светить солнце, море прогревается очень-очень быстро и комфортная температура на протяжении всего сезона, она будет вас сопровождать. Если даже вдруг видите в прогнозе погоды, что начинаются какие-то дожди, летом в Черногории очень мало осадков, чем, так скажем, восточнее спускаемся по побережью, тем меньше осадков вас ожидает. Допустим, город Бары является самым солнечным городом в Черногории, где-то более 250 дней в году там светит солнышко. Да, конечно же, зимой, осенью там достаточно сильные ветра, погода, в принципе, для нас очень хорошая, комфортная, не опускается меньше 10 градусов. Иногда выпадает снег, но это бывает настолько редко, и когда он выпадает, если мы берем именно побережье, то снег тает буквально на глазах, но местные жители стараются сразу выбежать на улицу и сфотографироваться с ним, потому что в побережных районах практически никогда его не бывает. Касательно валюты, в Черногории действует евро, и сразу желательно приезжать непосредственно с этой валютой в эту страну. Рубли также можно поменять, доллары тоже, но принимаются везде к оплате евро. Также можно расплачиваться карточками, но тоже не везде, в основном это в кафешках и в супермаркетах. Это что касается валюты. В целом, если брать страну, допустим, даже сравнить ее с соседней Хорватии, которую тоже, уверен, вы хорошо знаете, Черномрия намного дешевле, средний чек в ресторане может не превысить 10 евро на человека, с учетом того, что можно заказать и вина, морепродуктов и так далее. Ну, естественно, чем дальше от прибрежной линии, тем все дешевле и, в принципе, это неудивительно, это везде всегда так. Поэтому, если хотите сэкономить, то нужно чуть-чуть подальше отойти от моря. А так, в целом, ценник очень радует и особо по кошельку не бьет, абсолютно. Есть какие-то у вас вопросы в целом о стране? Могу рассказать ее историю. Конечно, не так подробно, потому что, к сожалению, в рамках вебинара невозможно рассказать всю историю страны. Но если у вас есть какие-то такие более общие вопросы, готов сейчас их услышать, пока мы не перешли непосредственно к регионам нашим. Так, коллеги, вопросов, я так понимаю, нет. Тогда продолжим. И мы передвигаемся, наверное, в самый... Так, совсем забыл сказать. Компания «Азурэйр» прилетает в город Тивот, что располагается вот здесь. Очень небольшой аэропорт, все очень быстро происходит. Паспортный контроль вообще у нас находится практически на свежем воздухе. И максимум всегда прилетает один-два самолета, поэтому вещи можно спокойно быстренько уже забрать, прям сразу после паспортного контроля. Все это происходит очень быстро. И в плане транспортной доступности, допустим, до самого дальнего региона, допустим, до улицы, от Тивота ехать, ну, где-то часа полтора. Это вот самый максимум, если трафика особо не будет, а в Черногории не особо развиты, развиты такое понятие, как пробки, поэтому часа полтора максимум придется ехать практически до границы с Албанией. Итак, самый, наверное, популярный, самый известный город Черногории, это, конечно же, город Будва. Прекрасный город с шикарнейшими пляжами, с прекрасным историческим центром, по которому можно гулять на протяжении каждого дней своего отпуска. Будва, конечно же, в первую очередь, наверное, подойдет исключительно для молодежи. Там очень шумно, там есть небольшой парк аттракционов, огромное количество дискотек, баров, ресторанов, на любой вкус и кошелек, поэтому все-таки, наверное, молодой турист, прошу прощения, конечно же, в первую очередь предпочтет именно Будву за счет своей такой молодежной активности. Также буквально год назад открылся один из самых больших аквапарков, в принципе, на Адриатическом побережье, это точно. И, как говорят черногорцы, если сравнивать остальные европейские аквапарки, то он тоже входит в число самых крупных. Он находится чуть повыше основных зданий города на возвышенности, на такси можно до него доехать за минут 5-6, стоить это будет, ну, примерно, где-то, наверное, евро 2-3, думаю, что не больше. А такси в Черногории развито, все это идет по счетчикам. Ну, если вы, допустим, выезжаете из отеля, то лучше, конечно же, заказать на стойке ресепшена такси, так будет дешевле. Если будете подходить к таксистам, которые стоят на улице, как всегда, посадка с улицы намного будет дороже. В Будве находится огромное количество пляжей, но, в принципе, все это можно, так скажем, разделить, ну, лично я разделяю на две части. Это основная часть Будвы, то есть, если брать справа, находятся Бечичи, если мы стоим спиной к морю, и слева Старый Город, вот это основная часть Будвы. И за Старым Городом, то есть, вот, если мы берем Старый Город, вот здесь, по этому бережу идет основная часть Будвы, а здесь уже находится очень классный и уютный пляж, называется Могрен. Там, конечно же, очень живописно, прекрасный вид на Старый Город, часть пляжа принадлежит одному отелю, часть пляжа свободна для посещения туристов. На пляже Черногории они все муниципальные, но также предоставляются услуги лежаков и зонтиков, где-то это стоит, ну, в районе двух-трех евро, в принципе, в зависимости от пляжа. То есть, на Могрене все-таки он будет подороже, потому что там открывается прекраснейший вид. Если брать основную часть, в принципе, любых пляжей Черногории, наверное, кроме Святого Степана, но просто Святого Степана мы поговорим чуть попозже, там немножечко, конечно, другой ценник. Итак, это яркое и веселое будло. И давайте перейдем к отелям. Первый отель, самый крупный отельный комплекс, в принципе, в Черногории, такой, скажем, массовый комплекс, это «Славянский плажа». Разделяется на две части, три звезды и четыре звезды. На самом деле территория у этих отелей одна, она общая, и также, не удивляйтесь, эта территория открыта для всех туристов, и по парку «Славянский плажа» могут ходить абсолютно любые туристы, как местные жители и так далее. То есть очень много, там, чего-то вугуливают сабаты. Для нас это было очень удивительно, но за всем этим следят сотрудники отеля, поэтому никаких негативных моментов, то, что территория общая, точно не будет. Последняя реновация «Тройки» проводилась в 2014 году, прошу прощения, в принципе, как и «Четверки». Если брать произделением, то вот какой-то конкретности, конкретики в плане разделения номеров нету, то есть какие-то корпуса, там располагаются номера и трехзвездочные, и четырехзвездочные. Единственное, наверное, самое важное различие – это то, что постояльцы трех звезд кушают в ресторане «Три звезды». Те, кто живет в номерах «Четыре звезды», они попитаются в ресторане «Четыре звезды». В принципе, в общем и целом, кухня везде одинаковая. Единственное, в «Три звезды» меньше овощей, практически нет фруктов, буквально, может быть, там один-два вида будут – яблоки, апельсины. Ну и, в принципе, внешне, конечно, рестораны «Четыре звезды», но более интересно выглядят, ярче, ухоженнее и так далее. Но если брать в целом по питанию, то, конечно, разницы практически никакой нету. При размещении качества депозита взимается в «Гран-Паспорт», также в этом ателе разрешено размещение животными. Но максимальное ограничение до трех килограмм. Мирной фонд насчитывает 522 номера различных категорий. Думаю, в принципе, категории особо не буду перечислять, все это у нас есть на сайте. В целом, если брать эти отели, то отели, конечно, неплохой, достаточно много плюсов. Это, в первую очередь, близость к морю, практически, буквально через дорогу пройдете, оказываетесь на главной улице. Эта главная улица вас доведет и до всех развлечений, до кафешек, до старого города. И прямо за этой улицей как раз располагается пляж. Плюс большая территория, выглядит это все примерно как какой-то отдельный город. Если брать уровень сервиса, сервис там, конечно же, немножечко прихрамывает. Номера достаточно маленькие. Если брать тройку, в принципе, на размещение более трех человек, наверное, будет достаточно мало пространства. Илья, ну, мне, к сожалению, не показалось, что какая-то большая разница. Если брать основные блюда, то там, в принципе, все одинаково. Как я говорил, овощей побольше и фруктов. Собственно, в принципе, разница, наверное, именно такая. Ну, морепродукты в отеле есть, но лучше морепродукты попробовать за территорией отеля в каких-нибудь кафешках, потому что попробуйте морепродукты в отеле, ну, наверное, немножечко разочаруетесь. Вот. Поэтому они присутствуют, но чтобы ощутить вкус и чтобы было прям очень приятно и вкусно, тогда лучше, конечно же, выйти за территорией и первую бывшуюся кафешку зайти, там будет повкуснее. Итак, есть какие-то еще вопросы по отеле «Славянская плажа»? Вопросы? Или есть? Вижу, Ирина печатает. Ну, каких-то прям супер-мега-развлечений, если честно, мной замечено, не было. Но теперь у отеля есть огромное количество различных магазинчиков, также есть рестораны «Экстрачардж». А так вот прям какой-то анимации особо нет. Есть достаточно неплохая детская площадка возле бассейна, возле ресторана «Четыре звезды». Ну, собственно, это все. Нет, донтики-шезлонги платно, даже для поставец отеля в Черногории такая политика. Наталья, за территорией отеля для молодежи есть абсолютно все. Поэтому абсолютно переживать не надо. Будва – это самый молодежный город из всей Черногории, где буквально в двух шагах есть и парк аттракционов, ночные клубы и абсолютно все, что в душе поживается. Поэтому для молодежи там вообще рай настоящий. Цены на зонтики-шезлонги где-то в районе двух-трех евро. Это, я говорил, чуть-чуть раньше. Итак, поехали дальше. Следующий отель «Магрен» – «Четыре звезды». Один из, наверное, самых уютных и классных отелей. В основном питание в Черногории распространено абсолютно любое. Начиная как только с завтраками и, в принципе, с питания, заканчивая all-inclusive. Да, в 13 часов начался льда. Да. Поэтому питание распространено абсолютно любое. Но все, опять же, зависит от того, что хочет турист. Я лично считаю, что кухня в Черногории безумно вкусная и цены не особо кусаются. Поэтому лично я бы для себя, наверное, взял бы только завтраки. Чтобы не зацикливаться на питание в отеле и просто гулять и наслаждаться. Но это лично, наверное, мое такое видение. Как ваши туристы захотят, в принципе, так оно и будет. Но я бы, на самом деле, порекомендовал бы брать только завтраки. Ну, максимум завтраки. Вот, потому что в Черногории очень классный фастфуд. Это там прям настоящее мясо. У них там даже есть национальная котлета плескавица, называется. И она как раз входит в состав многих бургеров. И цены очень приятные. И на вкус вообще что-то нереальное. Наши все бургерные в Москве и в других городах России, они просто отдыхают. По сравнению, если говорить честно, с фастфудом в Черногории. И по ценам, и по качеству, и по вкусности, так сказать. Итак, переходим к отелю Магрен. Прекрасный отель, расположенный в самой исторической части Будвы. До, вот даже вы просто посмотрите по фотографии. Вот здесь, вот отель, а вот старый город. То есть, в принципе, даже дорогу не надо переходить. Просто выйти на главную улицу, и вы уже располагаетесь в старом городе. С правой стороны находится пляж Магрен, о котором я говорил чуть-чуть ранее. Последняя реновация отеля проводила в 2000 году, но это абсолютно не сказывается на, в принципе, на номерах. Номера прекрасные. Хоу-отель тоже очень уютный, очень классный. Единственное, отели, ну, прошу прощения, лифты немножечко обшарпанные, но это все такие мелочи. Можно, в принципе, по лестнице подниматься. Зонтики, лежаки здесь тоже платно. Есть ресторан а-ля карт, есть рыбный ресторан, ловен бар и главный ресторан на 60 мест. Депозит также взимается загранпаспорт. Номерной фонд небольшой, всего 49 номеров. Работает по системе питания только завтраки, либо завтрак-ужин. Также, в принципе, во всей Черногории всегда отели идут на уступки. Если туристы хотят менять ужин на обед, в принципе, это можно сделать. Заранее обсудив это на ресепшене, также можно все это сделать. Касательно Wi-Fi, совсем забыл сказать, Черногория Wi-Fi бесплатный абсолютно везде. Достаточно хороший, конечно, уводят не всегда во все территории отеля. Допустим, в Славянске плажа, ну, самый лучший Wi-Fi, он был либо в бассейне, либо в Лобби. А так, в целом, даже на главных номерах ловил. Поэтому со связью с интернетом вообще никаких проблем быть в Черногории не может. Для детей в этом отеле есть небольшая игровая площадка. В целом, по месту расположения, наверное, одно из самых лучших мест расположений отеля в Черногории, именно в Будве, это, конечно же, у этого отеля. Поэтому лично от себя, любителям прям, чтобы никуда далеко не ходить, от основных мест выбрать именно этот отель. Потому что отель действительно достойный и цена, в принципе, на него достаточно неплохая. Буквально недавно был тройкой и сейчас повысил свой уровень, так скажем. По данному отелю есть какие-то вопросики? Так, вопросов нету. Переходим к следующему отелю. Следующий отель, BIMA Apartments, три звезды. Располагаются примерно, наверное, в минутах 10, может быть, 7 ходьбы от пляжа. Нужно будет пройтись немножечко в горку. На сайте у нас указано где-то 350 метров, но мне лично кажется, что идти где-то метров, наверное, 400-500, где-то так. Отель, ну это больше даже не отель, это больше апартаменты, очень уютные, очень уютная атмосфера внутри отеля, прекрасные номера. Их совсем немного, совсем-совсем немного, их буквально вроде 9 штук. Но, тем не менее, отель, правда, стоит, на этот отель стоит обратить внимание, потому что все там очень уютно, все очень классно, прекрасное питание. В принципе, BIMA это фамилия семьи, которая держит этот отель, и там все действительно как по-семейному. Угощают вином, раки местной, прекрасная кухня, очень все это выглядит очень уютно и, правда, действительно достойно. Поэтому для такого бюджетного туриста, который хочет такого семейного уюта в Черногории, обязательно порекомендуйте этот отель. Думаю, что он очень-очень понравится. В основном, в принципе, в Черногории очень много апартаментов именно вот такого формата, и уверен, что в поиске тура вы с ними будете достаточно часто сталкиваться. Они, в принципе, все однотипные, уютные, и много о них говорить, в принципе, как-то даже не получится. Поэтому для такого хорошего бюджетного туриста, которому не обязательно большая территория, которая будет ездить по стране путешествовать, обязательно, думаю, стоит такие места предлагать. Следующий наш апартамент – это Подострок, тоже очень уютная гостиница, располагается поближе, чем Pima Apartments от моря, где-то, наверное, 5 метров 200. Он недалеко находится от отеля «Славянский плажа», буквально чуть-чуть вниз спустится. Рядом находится супермаркет, кафешки, в принципе, в самом отеле тоже есть кафе, которое может предоставить питание туристам. Работает по системе питания сам только завтраки и завтрак-ужин. Всего 48 номеров, очень уютное, опять же, хорошее месторасположение, также для тех, кто будет, допустим, брать машину в аренду, здесь бесплатная парковка, она побольше, чем в Pima Apartments, но, думаю, что как раз для, опять же, путешествующих туристов. В целом, опять же, очень сложно как-то зацикливаться на подобных отелях. Перейдем дальше. Следующие апартаменты – это Госпоштина, Три звезды. Эти апартаменты достаточно простенькие, открылись они в 2010 году. Я думаю, эти апартаменты придут для самого бюджетного туриста, который, в принципе, готов только ночевать там. Потому что территории, опять же, никакой нет, небольшая парковка прямо возле, ну и очень удобное месторасположение. До пляжа пройти буквально тоже метров 200-250. В принципе, можно сказать, что эти апартаменты располагаются практически в самом центре Будвы, поэтому до старого города идти на минуту 3 максимум. В принципе, по перпендикулярной улице до пляжа – все. Ничего особенного в этих апартаментах нет, здесь всего 11 номеров трех категорий. Ну, особо каких-то, как-то они не различаются друг от друга. Ну, две отдельные кровати, две совмещенные кровати, спальня с гостиной и так далее. В этом отеле питание не предоставляется, работают исключительно без питания. Это отели Будвы. В принципе, если есть у вас какие-то еще вопросики, то постараюсь на них ответить. В некоторых апартаментах есть кухня, ну, вот, допустим, в госпоштине в каждом номере есть кухня. В других апартаментах, опять же, в зависимости от типа номера. Каких-то есть, каких-то нет. В целом, в Будве есть достаточно хорошие отели, дорогие отели с прекрасным видом, с прекрасным сервисом. И, конечно же, есть отели, подобно, как перечислил, три последних апартамента. В основном именно апартаменты очень развитые в Черногории, потому что страна небольшая, территория небольшая, пляжи небольшие. И особо даже чисто территориально негде разместить большие отели, больших сетей. Но, тем не менее, они присутствуют, и как раз в следующем мы поговорим. Далее переезжаем в соседний городок Бечичи. Бечичи, кстати, один из самых популярных курортов Будванской ривьеры. И в далеком 20 веке, где-то в 30-х годах, пляж Бечичи признали самым лучшим в Европе. Вот, конечно, много воды утекло с того момента, но, тем не менее, Бечичи действительно очень уютный маленький городок, который, наверное, в первую очередь подойдет для туристов, которые хотят более спокойного отдыха, нежели в Будве. То есть, с семьями, с детьми, в принципе, людям, которые чуждо, какие-то ночные клубы и шумные дискотеки. И это, конечно же, Бечичи, Сидой Стефан, Петровоц, эти городки идеально подойдут для таких туристов. Передемлем к отелям, отель Сибироастара, Белеве, 4 звезды. И, на самом деле, один из самых крутых отелей, который располагается в Черногории. Действительно, сервис Сибироастара добрался и до Черногории. Все, в этом отеле супер, прекрасная зеленая территория. Пляж располагается в 50 метрах от отеля, то есть практически, можно сказать, на первой береговой линии находится. Плотенцы, зонтики тоже платные. Два открытых бассейна, два бассейна с подогревом, бар на пляже бассейна. То есть, все в лучших традициях хорошего отеля с большой территорией. Номерной фонд 562 номера. Предоставляются в номерах халат, тапочки, фен, все это. Есть бесплатный Wi-Fi на всей территории. Пять категорий номеров различных с видом на сад, с видом на море. Все, как вашим туристам захочется. И, конечно же, система питания All-Inclusive и All-Inclusive Unlimited Service. Питание, напитки, все во время завтрака. Безалжи более напитки, чай, кофе. В принципе, можно долго перечислять, что включает в себя концепция All-Inclusive, что Unlimited Service в себя включает. Но, поверьте, это действительно отели, которые вы можете порекомендовать своему очень хорошему туристу, который хочет хороший сервис, хорошее обслуживание, прекрасные виды, который хочет просто хорошо отдохнуть, возможно, даже не выезжая из отеля. Это тот самый вариант. Также здесь есть различные развлечения. Вещи, ну вот, это больше такая галька, либо небольшая галька. В принципе, вся Черногория – это в большей степени галька. Опять же, как я уже говорил, только город Ульцинь можно спокойно отнести к региону, где настоящий песок и широкие песчаные пляжи. Это, да, действительно, только улицей можно назвать таким. Также в этом отеле есть все для детей. Мини-клуб для подростков тоже есть. Клуб по интересам. Детская анимация, детская дискотека. То есть, все есть в лучших традициях турецкого, тунисского отдыха. Все можно найти в этом отеле. Поэтому для хорошего, любимого вашего туриста обязательно советуйте этот отель. Следующий отель, чуть-чуть попроще у нас будет, Александра АПП, апартаменты «Три звезды». Он располагается уже в регионе Святого Стефана. Вообще, Святой Стефан, уверен, знакомый с ним. Я думаю, это отдельный такой отель пятизвездочный, на территории которого не пускают. И вся прилегающая территория возле этого отеля. Отель располагается на острове. Все это тоже называется Святой Стефан. Данная часть Черногории, она очень гористая. То есть, отели располагаются такими террасами. То есть, для того, чтобы сходить на пляж, нужно спуститься вниз. И, может быть, от отеля придется минут пять до пляжа. Но подниматься минут пятнадцать-двадцать. Данное отель, у него не самое, если честно, лучшее месторасположение. То есть, до пляжа нужно будет пройтись очень хорошо. Где-то метров четыреста-пятьсот. Это вниз, а потом еще наверх. Вот, поэтому советовать этот отель, наверное, стоит для молодых, которые готовы постоянно бегать вверх-вниз. Потому что людям прикурного возраста, конечно же, будет очень тяжело находиться в этом отеле. И, в принципе, в Святом Стефане. Потому что, как я уже говорил, нужно будет постоянно ходить вверх-вниз. До пляжа, до кафешки, до магазинчика. Передвижение будет море и сил тоже будет затрачено достаточно много. Что касательно этих компартаментов, они также уютные. Все с ними хорошо. Номерной фонд насчитывает всего шесть номеров. Все очень компактненько. Кондиционеры, все есть, питьевая вода. В принципе, этот отель работает без питания. Поэтому, опять же, чтобы покушать, нужно будет спуститься, а потом подняться после сытного обеда, ужина и так далее. В принципе, все отели, практически все подобного типа в Святом Стефане. Следующий отель располагается в городке Петровац. Петровац находится, опять, еще чуть дальше от Будвы. Очень уютный, лично для меня показался, городок. С таким, можно так сказать, небольшим старым городом, который изображен на фотографии справа, снизу, который располагается на скале. В принципе, вот он весь и есть. То есть, это очень живописная лагуна, вдоль которой, в принципе, пляж. И несколько отелей Петровац считаются одним из самых дорогих мест в Черногории. То есть, в кафешку сходить, там 10 еврами не отделаемся. Будет где-то подороже. И многие мои знакомые, которые отдыхали в Петровце, они даже в какие-то моменты ездили в Будву по вечерам, чтобы покушать более дешевле. Поэтому тоже об этом, думаю, стоит сказать вашим туристам. В целом, опять же, Петровац – это больше городок спокойный, уютный для отдыха с детьми, для романтического отдыха. Буквально недавно сестра моя приехала туда, и, ну, конечно же, в восторге. Вот, все там хорошо, все очень уютно. Хочу отметить в этом регионе отель «Вилос Олива». Прекрасный отель располагается в двух минутах ходьбы до пляжа. Есть возможность размещения туристов с ограниченными возможностями. Опять же, зонтики, лежаки – все платное. Одно из самых больших преимуществ этого отеля – это его очень зеленая, большая территория. Действительно, там огромное количество оливок, различных других деревьев. Номерной фонд здесь тоже достаточно обширный, более 200 номеров, 250. И работает по системе питания от только завтраков до all-inclusive. В целом, единственный момент, вот с левой стороны от входа в отель, если смотреть, так скажем, на море, затеялся ремонт здания соседнего. Но, насколько я знаю, все стройки в Черногории на период летний, они заморожены. Не знаю, насколько это правдоподобный факт, потому что все-таки мы видели, как что-то страивается в инфраторе. Но, тем не менее, возможно, для кого-то это будет таким счастливым моментом, поэтому, думаю, стоит все равно предупредить наших туристов об этом. Но, так как большинство номеров, они как-то больше с видом на сад, ну, либо в виллах располагаются, поэтому, думаю, даже если какая-то стройка будет за территорией отеля, то слышно ее не будет. И, честно, это отельщики, я бы очень сильно рекомендовал. Действительно, достойный вариант размещения в Петровоце. Коллеги, это что касается отельной базы. Если у вас есть вопросики, то я, собственно, на них отвечу. Если вопросиков нет, тогда перейдем уже непосредственно к Черногории, что там посмотреть, какие есть достопримечательности и так далее. Ну что, коллеги, есть вопросы? Ну да, коллеги, как я понимаю, вопросов нету. Тогда перейдем к экскурсионке. В Черногориях, конечно же, есть курорты с оздоровлением. Они располагаются в регионе Герцог-Нове. Но там достаточно очень прям суровые условия проживания в этих отелях. То есть там определенное время для того, для принятия пищи. То есть ни больше, ни меньше. То есть оно выделяется где-то час для этого, для того, чтобы принять пищу. Ну, есть такие регионы, есть такие курорты. Название отеля не могу вспомнить, но в Герцог-Нове они все сосредоточены. В принципе, в других частях можно не искать. В принципе, недорогой регион, в принципе, Черногория не самая дорогая страна. Поэтому, ну вот если брать прям недорогой регион, то это, наверное, бар. Бар и улицы. Вот там действительно все подешевле. Но единственное, вот я бы лично себя бар бы не рекомендовал для туристов. Потому что, ну, это такой достаточно портовый город. И, ну, там не самый лучший пляж. Очень много судов приходит туда, паромов и так далее. Поэтому, ну, его я в меньшей степени порекомендовал бы. Вот Ульцинь, да, хорошие пляжи для любителей нудистских пляжей. Тоже все есть, есть отели нудистские. Бар, бар, как заведение. Вот, Ульцинь достаточно такой свободолюбивый город. Очень интересные отели там есть тоже для любителей обнаженки. можно порекомендовать. Если честно, вот я забыл, но вот знаю то, что сейчас слушают мои коллеги Юлия. Наш вебинар, в котором мы были в отеле. Юля, может быть, подскажешь мне, напомнишь, как назывался отель. Если, вот, сейчас пишет Юля. Ну, они не прямо нудистские, но нудисты там похаживают. Пока Юля пишет нам название нудистского отеля. Вот, спасибо большое. Да, от Абаяна. Итак, что касательно экскурсионки в Черногории, на самом деле, не одними пляжами знаменито, и это действительно так. Волшебные места есть там. И, ну, очень глупо будет со стороны туристов не поехать хотя бы даже на одну экскурсию. Наверное, самым популярным экскурсией является эта Бока-Коттерская бухта. Безумно красивое место. Изображены ее фотографии на слева части экрана. Самым, наверное, изюминкой этого экскурсии является город Коттер. Один из древнейших городов. Черногория, единственное место Черногории, которое включено во всемирное наследие ЮНЕСКО. Город, мне кажется, можно по нему гулять очень долго. Есть прекрасная набережная. В принципе, безумно живописные места. Можно проедняться по крепостной стене, посмотреть на панораму Бока-Коттерской бухты. Ну, Бока-Коттерская бухта, вот так она называется. В принципе, так местность называется. Все это везде есть, везде показано во всех флакатах, во всех брошюрах в отеле. Все это есть прекрасно, поэтому вряд ли потеряетесь. Да, изюминка – это город Коттер. Действительно, очень красивое место вокруг горы. Это, знаете, что-то наподобие фьордов норвежских. То есть, это прям такой очень узкий залив, в котором располагается огромное количество, ну, не огромное количество, а много очень интересных городов. В Коттере, к сожалению, нет пляжей как таковых. Максимальный пляж, мне кажется, длиной в Коттере где-то 10 метров. Все остальное – это, ну, получается, бетонные такие входы в воду. То есть, не как корвати, если бы от Коттера выстрела. Ну, нужно тоже спускаться по лестнице вниз, либо подниматься, до этого нырнув. Но Коттер, конечно же, в первую очередь, это экскурсионный момент. Коттер – это спокойный город для любителей безумно красивых видов гор из окна. Город, где можно просто прогуляться. Ну, вот, честно, я бы… Лично для меня просто город Коттер очень родной. Я там жил, учился в университете, поэтому… Ну, у меня, конечно, к нему безумное чувство, поэтому могу про него вообще очень долго рассказывать. Вот, но Коттер стоит съездить обязательно на целый день, погулять, расслабиться даже не в рамках экскурсии. Цены, к сожалению, не могу вам сказать на экскурсию, но Бококоттерскую бухту, мне кажется, где-то в районе 35 евро стоит. Может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше. Где-то так. Но туда стоит, правда, съездить спокойно, без беготни, можно съездить с экскурсией, а потом уже поехать самостоятельно. В целом, до каждого города ездят автобусы, цены разные, допустим, на автобус от Букбы до Коттера доехать евро 2-3 стоит. До автобусной станции, там, в принципе, везде пешком можно пройтись. Чуть дальше Коттера по дороге нас сопровождает город Пераст, изображен на фотографии слева, сверху. Очень маленький и уютный город с одной улицы, выполнен таким террасным образом. Там, то есть, дома, так скажем, нависают друг над другом. Там, туда можно приехать, ну, конечно, не на весь день, на полдня, погулять, посидеть в кафешке, и попушить, побродить по узким улочкам вверх-вниз, съездить на два острова. Точнее, можно съездить на один, напротив Пераста находятся два острова. Один искусственно сделанный, там сейчас располагается монастырь действующий. И очень интересная легенда складывается об этом острове, если хотите, могу рассказать, но лучше приезжайте в Черногорию, вам там все расскажут. Дальше вы все видите по этой Бубок-Коттерской бухте, приезжайте в город Герцог-Новик, к сожалению, на фотографии его нету. Тоже очень небольшой, очень уютный город с яркой набережной, который как раз вдоль пляжей просирается. Далее вас ждет породная переправа, вы переправляетесь в город Тиво, в принципе, в тот город, куда вы прилетели. Это если мы берем экскурсию, допустим, из Будлы. Вас привозят с порта Монтенегро, это что-то наподобие черногорского Монте-Карло, огромное количество красивых яхт, дорогих яхт. Девушки приезжают найти себе богатого жениха, вот еле свою группу сдержал, чтобы они там остались. Достаточно симпатично, но каких-то там именно исторических достопримечательностей нету. Чисто прогуляться, посмотреть на дороговизм, так скажем. Также обязательно стоит съездить в острог, это действующий православный монастырь Черногория, основанный в XVII веке. Тоже одно из главных достопримечательностей, это духовная святыня Черногория. Также стоит съездить в Цетине, тоже очень уютный маленький город, древняя столица Черногория, после чего вас привозят в небольшую деревушку, которая располагается в низине гор, то есть там получается вокруг вас гора, такая полянка, большое поле, и посреди стоит деревня. Там можно попробовать паршют, это местное вяленое мясо, которое обязательно стоит привезти домой, угостить своих родных, близких. Там же попробуйте сыры, вино, мёд и так далее. Всё это можно купить, в принципе. И дальше вы уже спускаетесь, опять-таки поднимаетесь на голову, и после чего по серпатину спускаетесь уже к выезду, к Будве. Как раз там будут самые красивые фотографии Бока-Котовского залива, то есть если на фотографии слева снизу это фото с крепостной стены, то там будет видно абсолютно практически всю эту бухту, и это действительно безумно-безумно красивое место. Чуть дальше нужно, если углубимся в страну, нужно обязательно съездить... Так, коллеги, у меня чуть-чуть экран погас. Обязательно стоит съездить в каньон Долину реки Тара. Это один из самых глубоких каньонов мира, второй по величине, после Большого каньона в Америке. Прогуляться по мосту Джуджевича, это тоже одно из местных достопримечательностей. В принципе, в Черногории есть огромное количество мест, которые стоит посетить. И помимо того, что находится в Черногории, также посоветовал бы вам съездить, еще если есть открытый Шенген, в Дубровник. В Хорватию действительно жемчужину Адриатического моря называют Дубровник. Уверен, что вы все знакомы с этим городом. Если ваши туристы, допустим, будут жить в Герцегенове, то оттуда минут 40 где-то ехать до Дубровника, ну час максимум. Поэтому на денек точно можно съездить, взять экскурсию, и это будут тоже одни из самых ярких впечатлений. Также проводятся экскурсии в Боснию и Герцеговину, в города Требенье и в город Мастар. Тоже страна безумно красивая, безумно яркая. Лично мои впечатления, я вспоминаю о Боснии, очень хочется вернуться. К сожалению, в рамках рекламы тура не получилось у нас съездить в Боснию, но если у вас есть шенгенская виза, то хорватская виза не нужна, свободный въезд в Хорватию по шенгену. А если у вас нет ни шенгена, ни хорватской, то, к сожалению, не получится посетить Хорватию, потому что хорватская тоже оформляется через консульство и так далее. Поэтому, насколько я знаю, нет такой возможности, как на однодневный въезд без визы в рамках экскурсии. Поэтому, думаю, вряд ли. В Боснию можно без визы. Опять же, повторюсь, безумно красивая страна. Как только будете въезжать, в Боснию вас сразу будет сопровождать красивейшая река лазурная. И первым делом приезжайте в город Требенье. Небольшой городок со старым городом, с очень красивой православной церковью. На холме, который охраняет город, и дальше едете в город Мастар. Вот этот город действительно стоит посмотреть. Даже в Орле и Орешке он был... Там располагается один из самых высоких мостов каменных. И, конечно же, просто очень красивый старый город. Познакомьтесь с культурой Боснии. Хоть это раньше была одна страна, но действительно страны отличаются друг от друга. И языком, и менталитетом. Босния это больше мусульманская страна, в то время как Черногория православная. Тоже как вариант на денек съездить в Боснию. И для любителей экстрима обязательно нужно съездить в Балбанию. А Баня находится как раз рядом с Ульцинем. Поэтому, если ваши туристы живут в баре или в Ульцине, в принципе, в Будве тоже не вопрос. Обязательно съездите в Албанию. Посмотрите на то, как страна... Реально очень сильно изменилась. Было там 5 лет назад, и вот буквально 2 недели назад очень сильно поменялась страна. Интересная страна. Тоже достаточно красивая. Рядом находится Скадарское озеро. Можете съездить на экскурсию как со стороны Черногории, так и в Албанию. Посмотреть на Скадарское озеро. Цены там, ну, просто копеечные мороженое, которые в Италии стоят 5 евро за шарик. За 5 евро можно купить там килограмм. Действительно очень вкусные. На 5 евро, в принципе, в Албании можно такой пир закатить. Поэтому в Албанию тоже стоит съездить для любителей путешествовать. А так, насчет по вопросам. Да, у них есть, славно, в Хорватии есть своя национальная виза, но по шенгенской визе можно спокойно въезжать в Хорватию. Поэтому, если есть шенген, то никаких проблем не будет. В Албании виза не нужна с 1 июня. То есть на сезон Албания открывается для наших туристов, как безвизовая страна. И если кто-то переживает то, что он был в Албании, и там поставят штамп ему в паспорте, а албанцы не ставят штамп в паспорте. Поэтому никаких упоминаний, кроме вашей фотографии, не будет о том, что вы были в Албании. Ну, мало ли, просто у нас часть группы боялась поехать в Албанию, потому что мало ли что, что за страна такая, будет какой-то штамп непонятный стоять. Обязательно стоит для любителей природных достопримечательностей Скадарское озеро. Безумно красивые виды, лазурная, прозрачная вода. Со стороны Черногории, честно вам скажу, Скадарское озеро симпатичнее намного, чем со стороны Албании, но можно убить двух зайцев одновременно. Поехали в Албанию, там как раз есть город Скадар, который располагается как раз на Скадарском озере. И также более расширенная версия экскурсии, это еще по столице Тиран съездить тоже можно. Транспортное сообщение есть, вероятнее всего, но вот прям, чтобы точно, я не могу вам сказать. В Албании, наверное, точно есть транспортное сообщение из города Ульцинь, то есть Ульцинь-Шкадар, Ульцинь-Тиран, думаю, такие автобусы есть. Касательно Боснии, не знаю, честно, потому что дорога в Боснию, она достаточно гористая, то есть нужно по серпантинам проезжать, и каких-то прям, чтобы рейсовых автобусов на постоянной основе, думаю, вряд ли, честно. Честно не знаю, но вряд ли, потому что, когда ездили в Боснию, мы ездили, ну, арендовывали автобус на, собственно, компанию. Касательно проката автомобилей, скутеров, байков в Черногории, лучше все это делать на месте. Выходит намного дешевле, потому что, если заранее бронировать, то это все, ну, можно нарваться на достаточно большие депозиты, которые вас будут либо брать на месте, либо замораживать на карте. Это такой не самый приятный способ, но, тем не менее, он есть. Если приедете на место и придете в любой прокат автомобилей, в Черногории просто тьма, можете договориться и без залога. Примерная стоимость автомобиля где-то 30-35. Ну, это самые такие простенькие автомобили. На механике автомат где-то начинается с 35. Можно взять кабриолет, но он будет такой пошатанный немножечко. Где-то до евро за 45-48, до 50, в принципе, можно найти какой-нибудь Peugeot. Наши права там действуют, если международные права, вот эти розовенькие карточки. Никаких проблем. В принципе, ДПСники местные не останавливают практически никого, поэтому можно спокойно ездить. Байк также можно брать. Если брать самый минимальный скутер, который распространен в Азии, то можно взять его евро за 20 в сутки, 25. Дороговато, конечно, но если передвигаться на скутере либо на мотоцикле, тогда бесплатная парковка абсолютно везде. В Черногории, если на автомобиле, то парковка платная. Где-то начинается с полу евро за час. Но, опять же, если хотите припрыгаться прямо в классном месте, в центре города, то, конечно, там ценник уже будет совсем другой. Поэтому так. Но, если честно, не рекомендую брать вот эти маленькие мопеды, потому что страна горная, и если куда-то подниматься в горы, ну, будете притормаживать движение, и будет опасно, особенно в тоннелях. Поэтому, если брать мотоцикл, то брать более-менее достойный максискутер, какой-нибудь, либо уже полноценный байк. В принципе, время нашего вебинара уже подходит к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, то я, с удовольствием, на них отвечу. Итак, коллеги. Итак, коллеги, я так понимаю, вопросов у вас нет. Если нет вопросов, то большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился мой рассказ. Кстати, вот, да, фотография Святого Стефана. Спасибо вам большое за внимание, и до встречи на наших вебинарах. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok